и поезд едет по мосту улетела вот так вот в бочках его готовят я даже не знаю куда это снимаю что говорить просто едешь смотришь и наслаждаешься обалденные виды на байкал всем доброе утро вот в такой гостинице мы ночевали проснулись и все поехали в сторону иркутска смотреть на байкал и искать омуля погнали вот такая дорога такая красота по пути туманчик сверху похоже сегодняшний день нас тоже такой туманчик будет преследовать но хорошо хоть нет дождя как вчера говори проехали только что стоял российский москвич сломался в смысле новый москвич мост железнодорожный шапка Да, здесь красивые места проезжаешь. Где у нас еще такая красота? В какой стране? Нигде больше нет. Два километра камни на обочине. Вон железная дорога с той стороны идет. По ней мы ехали. Не, ну солнце с солнцем. Когда солнце светит хорошо, круто, конечно. Но когда вот такой вид с туманом, он тоже достаточно, блин, интересный. Завораживающий, да. Правильно, наверное. Да, и поезд едет по мосту. Офигенно просто. Других слов нет. Одни эмоции. Поднимаемся наверх в самый туман. Вообще прикольно. Я в такие моменты всегда этого Стивена Кинга вспоминаю. И жду, когда с гор начнут зомби спускаться. Просто в туман поднялись. Сейчас будем из него выходить. 40 километров в час. 800 метров извилистая дорога. Поворот опасный. Да, он следы на асфальте. Под 180 градусов. Ну, а как еще не прямой же спуск тут делать? Да. А он, впереди реку видно. Да нет, на видео нормально, скорее всего, картинка должна получиться. Все-таки разрешение большое. Должно быть хорошо. Все видно. Конечно, так как видно глазами тут вряд ли получится. Но хотя бы часть перенести на экран, в принципе, реально. Будь как-то. Так что, кто смотрит, ставьте качество 4К. Так что, кто смотрит, ставьте качество 4К. Вот оно как. Удочек нет, там можно было на рыбалку сходить. Когда-нибудь, если получится, можно будет ездить во Владивосток. Только не вот так вот, с перегоном, а как в отпуск. Приехать туда, потусить там недельку и тихонько ехать обратно уже с остановками. На Байкале можно потусоваться, еще где-нибудь так тоже, там, дня 3-4. Ну, то есть, вот уже как отпуск. То есть, не как перегон, а как вот именно отпуск. Туда уехать на поезде. Ну, для меня на поезде, для кого-то можно на самолете. А обратно, если получится купить машину, и на ней уже так, тихонечко ехать обратно. Совсем не торопясь. Вот это было бы круто. Удовольствие. Да. А мы тем временем уже подъезжаем. Ну, как, мы уже подъехали к Байкалу, вон справа. Вот поезда едут, туда едут, навстречу едут. Мостик такой. Красиво, такие цветные вагончики. А вон автомобиль везут. На тягаче поставили на поддон. Наверное, краном подняли. Интересно, можно такую машину поднять подъемником, который поддон и палеты вот перекатывает, с такими там вилами. Не знаю, как правильно сказать. Вот он, интересно, поднял бы машину на тягач, прямо на поддоне. Как думаете? Да, нет. Напишите там в комментариях, может, то просто в теме. Впереди горы, которые мы будем проезжать. С серпантином. Сейчас по традиции будем монету кидать. Ноги помочить хочешь? Нет. Я не знаю, как туда подъехать, но там вот стоят перегоны. Прямо на этом. Тормознули за рыбкой. Ну, там он будет тетки, блин, брать. Ну, надо было у тетки взять. Не у тетки, ты знаешь, там по 500. Это тетка 500 дала, она... Что, 700 рублей рыбка? Ни фига себе. У него возле бочки даже не стоит. Да, бочка не стоит. Да, я знаю, чтобы им не разрешать. А такие, почему у тебя вот эти мелкие? Интересно. Это не омоль, это белый пелец. Я понял, понял, я вижу пелец. Это омоль. Вот это омоль. 150. Здоровый, большой. Ну да. Они его дома коптят. Мол, такой день коптилю, который вынесли. А горятый коптилю вот прямо здесь. Крутовато. А это что сушеное? 150. А что это? Омоль. Омоль? По-моему, это белец. А это не омоль, это белец. Я говорю, это белец. Это белец. А холодного почему не тут? Рыбка. Так, это тоже белец? Это белец, да. 400. 400. Вот такие вот взять. Давай по 100 рублей возьмем и держим. Это не омоль. Омоль это мелко. А что это? А омоль, да? Омоль это не омоль, значит омегов. Ладно, не угадься. Я не угадься просто. Вот. Это белец. Она свежая прям витая. Смотрите, грязь это есть? Ну прям свежая. А все, вижу, вижу. Мне вот это, конечно, нравится. Но видишь, 700 рублей у нас денег не осталось уже. Просто не прокатим мы никак. Еще или никуда его. А? Еще или никуда его. Ну понятно. Давай вот этих вот возьмем. Ну давай, начнем. Раз. Два. Выбирай давай, Андрюха. Да любые береды. Все. Ну ты смотри сам. Три. Четыре. Так, держи. Слушай, мне кажется, в большей мясе будет больше, чем вот в этих. А деньги те же будут. Ты думаешь, ну что-то одна рыбка всего. Смотри какая. Не такая жена большая, как приказ. Ну всем, что такое, он по 100 рублей убирает. Семь, что такое или один такой же. И 2-1. Мы же по 100 рублей берем. Ну я понял, мне кажется, в этих больше будет. Ну ладно, смотри. Да не, ладно, пять штучек, да деньги так не надо. Давай, пять штучек, ну бери. Да? Давай, давай. Сейчас денешься. Вот так вот в бочках его готовят. Все-таки не на всем протяжении дороги вдоль Байкала. Ее отремонтировали. Часть, видимо, еще конкретно не успели. Вот так вот где-то 4 километра вот такой дороги будут. Ну если верить знаку, по крайней мере. Поезд едет. Ну и камни летят. От встречки летят. Только что пролетела за раз, а камня три просто как будто горсточкой. Скорость маленькая была. То есть там чуть-чуть просто шторнула по стеклу. Ничего серьезного. Но лично я напрягся конкретно, когда я их увидел, что они подлетают. Так что здесь надо предельно вообще аккуратно ехать. Ну вот кто-то едет аккуратно, тихонько, кто-то прямо вот обдоняет. Понятно, что людям-то друг на друга пофигу. Но надо все равно поаккуратнее быть. Ну что, вот оно реверсивное движение. Организовали. Это, короче, не камни были. Это были просто, как бы, я не знаю, глина или слипшийся песок. То есть он сейчас просто посмотрел, а на стекло просто развалилось. И все, это не камни были. Слава Богу, вот, про которые я 10 секунд назад говорил. Но все стоят, ждут. Вот она сама дорога. Но мы сейчас еще доберемся до смотровой площадки. Здесь уже асфальт хороший. И разметка красиво нарисована. Да, в принципе, неплохо здесь ремонтировали. Через год, наверное, здесь будет вообще уже все идеально. Ну, хочется верить. А вот такие большие отвесы, а он впереди, загораживают сетками специально от камнипадика. Ну, чтобы, видимо, не осыпалось. Вот такие вот сетки ставят. А у нас на Урале есть озеро Тургаяк. Кстати, в этом году, возможно, мы на него тоже съездим. Это называется... Ну, если Байкал это жемчужина, то Тургаяк это жемчужина Урала. Абсолютно прозрачное озеро. Но холодное. Так же, как Байкал, собственно. Вон, какие виды впереди. А вот что-то продают. Рыба. Ну, мы рыбку уже купили. И клубника. И, кстати, очень много продается клубники. Очень много. Ведерко. Такое небольшое. В среднем тысяча рублей. Река безымянная. О, как. Ну, с названием реки не заморачивались. Вот она. Сегодня едем весь день с кондиционером. Расход пока. 321 километр проехали. Расход 5,4. На двухлитровый автомобиль. Ну, гибрид, понятно, да. Это прямо... Прямо радует. Очень радует. Спускаемся. А что, будет красивый вид за поворотом, как думаете? Сейчас посмотрим. Ну, да, вид красивый, но мешают деревья. А вот так ничего. Я даже не знаю, куда я это снимаю. Что говорить? Просто едешь, смотришь и наслаждаешься. Вон, уже видно противоположный берег. Видимо, подъезжаем уже. К концу отрезка пути. О, в Оксе. На номерах. Пролетела. Ну, да, сплошная. Мало кого здесь волнует. Отлично. Не будем обзываться. Поднимаемся наверх. Вот он, красавец. Наконец-то. Я в прошлый раз не снял, потому что ночь была. Сейчас-то мы своего не упустим. Вон сверху поезд идет. Я представляю, как он с поезда красивый вид тоже открывается по верху. Байкал. Байкал. Вон по тем горам, по серботинчику мы тоже ехали. Сейчас сделаем остановочку. Вот сейчас справа, вот где-то вот за этим поворотиком, смотри, заезд будет. А, нет, не справа, еще выше, значит. Еще выше. Поехали. все тихонечко спускаются вот вышка вот да да байкальский серпантин вот нам сюда фиолетовые едут моя бывшая работа вот сюда да есть он все здесь шумно от дороги ветер а вот смотровая площадка не буду перебегать дорогу здесь все быстро ездят рисковать собой не хочется вот друзья смотрите вот такой красивый вид хотя что не сделаешь ради красивого кадра да сейчас перейдем я все-таки рискнул рискнул и перешел дорогу вот смотрите вот такие здесь обалденные виды на байкал просто красотища внизу железная дорога идет вот серпантинчик обалдеть ну чё друзья эти виды сто процентов заслуживают подписки лайка возможно репоста даже заслуживаю согласитесь это просто красота за моей спиной хочется стоять и снимать здесь часами продолжаем двигаться в сторону иркутска километров наверное до него сколько около сотни с минусом точно не скажу поднимается в горку впереди такая небольшая пробочка но мы движемся но движемся не быстро вот проехали сейчас красоту проехали я бы еще раз по байкалу так вдоль проехал раза четыре я думаю что еще сложится покататься здесь вот такой спуск стремительный хотят чё там стремительного 80 километров в час но уши закладывает хорошо едем интересно на какой высоте мы были красота какая американские горки отдыхают подними окошко о что в ветер не задувал но кстати едет перегонов видимо события 1 августа какой-то свой отпечаток нет наложили вообще немного кто-то прямо там погнал инфинити нормально инфинити можно и на прадике можно о все приплыли ну и такое бывает всем нужно наверх подняться кто-то это быстро может кто-то это быстро не может это делать но они тоже куда-то спешат что происходит что-то как-то встали опять наверно реверсивка это как-то все резко ехали 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 как-то раскорячились вот так вот ни туда ни сюда в колесе видишь что в колесе что в колесе в камне ну да кстати вот за ним вот так вот страшненько ехать потому что брызговиков у него нету и вот если от него камни будут лететь они будут лететь конкретно вообще вот надо запомнить эту машину за ней не ехать реверсивка скорее всего да растричка идет поехали постояли и поехали оптовозики он тоже смотри без брызговиков впереди едет сейчас опять этот смотрите а это другой а нет то это он да да за ним ехать такое себе удовольствие с него камень вообще с него камень словить вообще нефиг делать опять же что трудно брызговики поставить вот он стопудово ведь знает что с него камней летит вообще навалом вот он по любому об этом знает он ну если на такой машине есть не первый день за рулем как говорится дорожники работают да реверсивочка встречка стоит между прочим у меня с собой есть рации они по любому на первом канале сидят тут даже гадалки не ходи по-моему 435-175 что ли он все и говорить пропускай все и поехали на самом деле это плохой пример и плохая идея потому что так можно аварию спровоцировать вообще легко мы этого конечно же делать не будем это я так просто сказал вот нифига себе там карьерчик или чё там хотя нет гора скорее всего обычная просто вот такую бы просто вот такое бы полотно дорожное до дома было бы вообще здорово в прошлый раз мы здесь приезжали ночью вот этого всего я не видел я вот не знаю я честно снимаю дорогу молчу потому что я не знаю что сказать когда вот ты едешь просто по городам вот мы в Крым ездили я там все рассказывал все говорила а здесь вот только едешь смотришь вот это да блин круто и вот так вот по дорогу какая там долина впереди два этих грузовичка до сих пор нашу колонну ведут но нам к ним прижиматься честно не охота вообще желания нет опять такие виды открываются теперь я буду знать что надо на Байкал сразу же вставлять самую большую флешку и снимать вставляю вставляю 5,6 сейчас расход с горки в горку покатались маленько расход поднялся какая-то еще дорога там там какие-то эти строительные строительная техника стоит в этом месте нужно ставить лайк ну или здесь или вот где-то две минуты ранее сто процентов так иркутск прямо красноярск направо на мост и ну собственно получается то налево и все сейчас такая объездная будет так хорошо поворачиваю что у меня даже стабилизатор на камере это горизонт маленько потерял сейчас выправиться скорее всего когда поднимемся на мост все отлично видимо просто под наклоном был поворот как вы вылетает не он реально что-ли вылетает у газу то давай то он это точно нас с тобой сдвинет ну все иркутск пролетаем сейчас поезжаем объездную въезжаем с объездной в сторону красноярска там я знаю кафешку который мы когда-то ночевали я там комнату снимал за полторашку она где-то там должна быть и там шикарные что? лепехи ну лепехи ну да может я забыл про лепеху но возможно да там шикарные лепехи мне очень понравится все иркутск позади едем на красноярск сегодня мы конечно до него не доедем до него тысячи километров вот где-то на полпути наверное мы остановимся до красноярска а проскакивать его будем завтра вот такая вот одностороночка блин хорошая дорога вот так вот всегда когда едешь думаешь до дома до дома вот такую дорогу до дома но нет в нашей стране наверное такого никогда к сожалению не будет слишком уж это было бы здорово бензина еще пол бака можно какую-нибудь заправку найти на тысячи рублей в лицо ангарский городской округ вот здесь смотришь так крейсерская скорость у всех 110 все поставили круиз-контроль спокойно 110 едут я на круиз-контроле езжу отец на круиз-контроле не есть он нам даже не пользуется видимо ему это не нравится или просто не умеет что молчу без комментариев знак 70 а номеров у нас нет о чем это говорит все догадались о чем это говорит хотя здесь тоже гнать не надо вроде какой-то населенный пункт по знаку вот красноярск 1032 сколько проезжали знаков там до иркутска до 4 до улана д то 500 километров то потом 420 то потом 510 то потом 490 вот цифрам на знаках ну по крайней мере с точностью доверять точно не нужно приблизительно да с точностью нет и уж точно по ним рассчитывать сколько тебе хватит бензина на какое расстояние тоже не надо потому что где было 500 там может 550 и 600 спокойно оказаться ангарск 10 255 трасса хорошо когда вот так вот две полосы в одну две в другую разделены еще такой перегородки и встречка ночью не слепит и ехать можно комфортно тормознули в кафе и ловко отель обзор на номер этого отеля у меня есть на прошлом видео с прошлого перегона mitsubishi delica d2 сейчас покушаем и я еще скажу сколько сейчас стоит здесь номер раньше он стоил полторы тысячи рублей сейчас узнаем сколько стоит сейчас ух ты прикольно приехали молодожены а мы покушали так как я говорил значит номер здесь сейчас стоит тоже полторы тысячи ценник они не подняли на 670 рублей мы съели суп какую-то фирменную ихнюю лепешку с сыром натуральный кофе лепешка огромная сырная я считаю это вполне нормальный ценник вот они не ломят цены здесь кстати отличное обслуживание как вам правильно сказать они все приносят спрашивают когда вам подать кофе сразу или потом ты только что-то съел они сразу же приходят убирают интересуются как все ли у вас порядке в общем место зачетное ну и как вы поняли как вы поняли здесь даже свадьбы играют а мы погнали дальше напоминаю погнали дальше в сторону красноярска хорошо везут колеса сняли закинули на супер и погнали азбуку не так довез можно даже колеса не снимать просто какой-нибудь добрый мужик на фуре парни чё уедете своим ходом нафиг вам это надо садитесь вам забирайтесь будете ехать в окошко смотреть всю дорогу видосики пилить а я вас довезу хотя бы до омска ну или до новосибирска было бы вообще замечательно если кину камень в огород той кафешке один там все классное обслуживание на высшем уровне и чистое все и хорошо и номера недорогие там не работает короче щекол да в туалете я туда прихожу значит дергаю дверь а там сидит мужик и за ручку держится вот как-то так ну а в остальном нам там понравилось только единственное сказали администраторы номера бронируйте все заранее потому что желающих много кафе пользуются спросом тут мужик все собирает обочину и собирает и камнями кидается чего-то к обочине тянет прямо сильно понять не могу зачем а поезд под мостом стоит здоровый составчик здесь то не сильно с этой стороны конца не видно ребят ну мы тормознули кафешки между иркутском красноярском это в этом районе такой кафешки завтра с утра детально расскажу поужинаю или маленько я последнее время много не снимал потому что ехал за рулем за рулем я снимаю мало поэтому всем спокойной ночи до завтра завтра у нас по плану днем проехать красноярск от красноярск я поснимаю все до встречи спокойной ночи